Здравствуйте! Сегодня занятие по недельному разделу Торы Беху Котай с Травином Исраэлем и Зиншарфом из Риги. Здравствуй, Исраэль! Привет-привет! Так, друзья, предлагаю участвовать в нашем уроке, задавая вопросы, но предлагаю двигаться по стихам, по предложениям, чтобы у нас был какой-то порядок. Я знаю, что есть вопросы у людей из разных стран. Хорошо, я хочу начать с конца предыдущей главы, потому что там есть пару вопросов, которые тоже здесь повторяются. Про субботу мы в прошлый раз сказали, что имеется в виду годы шабатона. И последнее предложение, святилище мое чтите. И вот у меня есть теория, что святилище имеется в виду именно земля, потому что до этого сказано, не ставьте идолов на земле, потом в субботу сказано про землю, и может быть святилище здесь тоже имеется в виду земля, а не конкретно там мешка на храм. И то и другое. Просто предполагаются разные уровни святости. Что это значит? Что в святая святых был один уровень святости. Ну то есть туда входил первосвященник раз в год на емкий путь. И то с золотой цепью или золотым шнурком на ноге. В случае, если он умрет, чтобы можно было вытащить, чтобы никто другой не заходил. Хотя уборщики имели право заходить. А вот. Это интересно. Значит, дальше. В самом храме был ближайший храмовый двор, общий храмовый двор. Понятно. Потом Иерусалим, потом территория от моря до реки, то есть от Средиземного моря до Иордана, а потом территория от Иордана и так далее по границам Святой Земли, то есть от Нила до Ифрата. Итак, вот это уровень святости. А дальше общая территория. Значит, когда святилище мое не оскверняете, имеется в виду соответствие всем требованиям, которые предполагаются в связи с уровнем святости. Святость храма, это значит, надо приходить там очистившись, омывшись, поменявшись одежду. В общем, один уровень. У коинов один, у левитов другой, у простых евреев третий и так далее. То есть у каждого были свои требования, в общем, каждому из категорий евреев были свои требования относительно уровня святости. Вот. То есть простые левиты не могли, например, входить в святая святых. Даже коины не имели права входить в святая святых, только первосвященник. Коина, коанин. Единственный. Вот. Поэтому твой вопрос о святилище, речь идет в первую очередь о храме, во вторую о Иерусалиме, в третьем о всей стране Израиля. Так что это не или-или, а и-и. Я ответил на свой вопрос? Так точно. Анвел. Вольно. У меня сразу с самого начала главы вопрос. Звучит, если вы по уставу моим будете поступать, и заповеди мои соблюдать будете, и исполнять будете их. То есть это условие. Теперь у меня возник такой вопрос. Такая размытая формулировка «вы» – это в каком процентном соотношении должно быть, чтобы они заработали? Ну, то есть 80 процентов, к примеру, понимаешь, у Маше никогда не был, скажем, даже при Маше никогда не было так, чтобы все прям ходили уставами, и у него всегда была какая-то оппозиция и так далее. Конечно же, понятно, что и потом это точно будет. Так вот, как бы экскьюз на будущее вы не получили, да потому что вы не ходите моими устами. Понимаешь, как для меня это звучит как… Сейчас, я понял вопрос. Значит, твой вопрос надо, ну, ответ на твой вопрос надо поделить на одну, на две части. Первое, там написано «бе-ху-котай», «бе-ху-котай» – это по уставам, но «ху-ка» – это закон, который мы не можем понять, а можем не понять, и чаще всего не понимаем. Так вот, если… Там же не говорится «бе-меш-путай» по моим законам, «бе-динай» по моим другим законам, «бе-дин», «меш-пат» и так далее. А «хук» – это чаще всего непонимаемый закон. Вот Бог сказал, вот он так хочет. Почему? Не знаю. Он создал этот мир, ему виднее, он хочет. Имеет право. Всё. Значит, речь идёт о том, чтобы соблюдать даже то, что мы не можем объяснить. Почему это важно? Потому что то, что человек понимает или думает, что понимает, ему соблюдать относительно легко. Ну, то есть, относительно легко. Может, и нелегко, там, технически, логистически, но относительно легко, он, ну, мотивация у него присутствует, интеллектуальная. Объяснение есть. А вот если он не понимает, то соблазн сказать, да ладно, я не понимаю, там что-то наворочено, но он этого хочет, а почему хочет, а для чего хочет, я не знаю, не буду я таким заниматься. Этот соблазн очень велик. И он тем сильнее, чем интеллектуальное ориентирование человека. Потому что если человек простой, он не задумывается даже и о простых вещах. Я не имею в виду простой в смысле дурной, а простой в смысле, ну, в житейском смысле этого слова, в обыденном. Он не задумывается ни о том, не задумывается о том, что легко додуматься, ни о трудном, нет. Так живет и живет. И хорошо, и ладно. А вот когда человек привык анализировать, вот у него соблазн большой. Он скажет, ну, ни с той стороны, ни с этой, никак его не поймешь. Не буду я его соблюдать, что он там хочет, не знаю. Вот. Это сложнее. Поэтому и заслуга за соблюдение таких законов, которые чуть не понимают, выше. Это не значит, что мы должны, как дрессированная собака, выполнять команды и все. Нет. Думать должны. Но при этом отдавать себе отчет, что наши способности не сопоставимы с возможностями Бога. Поэтому такое соображение интеллектуальной скромности требует признать, что не все нам подвластно. Нашему уму. Это соблазн, который вот особо появляется в моментах, ну, как тебе сказать, всплеска интеллектуальной активности. Неважно, там, это может быть, там, Греция определенного периода, Рим, период, называемый Возрождением. Не знаю, почему так называется, на мой взгляд, нет. Но ладно. Вот. Там, Французская революция, кровавая, жуткая. Вот. И наше время. Значит, это первое. Бехукатай. Второе. Какой процент? Нету такого процента. Просто для поколения, которому доступен один уровень духовности, для него критическим будет нарушение, ну, условно, один процент. А для поколения, которое выросло без торы практически, да, и практически теоретически, если будет один процент соблюдаться, то это уже заслуга. То есть, это понятие относительное. Если мы посмотрим, то, в чем обвиняли пророки первых царей, то для нас оно будет, ну, или там, или Машарабей, ну, подумаешь, что тут два раза вместо того, чтобы один раз сказать, проблема, да. Вот. Для него это, да, нарушение, для нас вообще ничего. Для того поколения, которое было свидетелем травания торы, заключали союз с Богом, видели, слышали, пожалуйста, идешь к Машарабейну, к любым вопросам, он этот вопрос ретранслирует Богу, получает ответ, и тебе ответ прямо вот от Бога через Машарабей. Вот для этого поколения, скажем, случай с золотым быком – это жуткий грех, жутчайший. А для нас сегодня человек, который руководствуется соображениями материальной пользы, если они противоречат интересам совести, этике, заповедей, желанию Бога, ожиданиям близких и так далее, ну, я имею в виду приличных людей. Ну, да, ну, слабость, ну, ошибка, ну, не удержался, ну, взял эти деньги, да и распорядился ими не так, как хотел хозяин, вот, и так далее. Значит, таким образом сегодня это, ну, иначе оценивается. Если бы наше поколение оценивалось, как ты говоришь, процентуально, с точки зрения тех критериев, от нас бы мокрого места через секунду не осталось. То есть те поступки, которые они совершили, руководствуясь знанием Торы, желанием соответствовать там воле Бога и так далее, ну, для нас их грехи для нас были бы заслугами. Вот настолько. Поэтому, ну, и поэтому вся эта история, да, скажем. Но надо сказать, что когда Авраам спорил с Богом и начал с 50 праведников в городе, а закончил с 10 и остановился на этом, то оказывается, что даже 10 человек, которые могут активно проявлять свою праведность, им не мешают в городе, создают оправдание для города, в результате город не уничтожается. Вот. И если бы этот духовный ресурс принимали во внимание те люди, которые планируют масштабные исторические проекты, то, ну, многие жертвы должны бы избежать. Потому что оценивают что? Оценивают там материальные стороны вопроса, там, военный потенциал, экономический, политический, демографический, какой угодно, да? Вот. Но потенциал духовный оценить крайне сложно. Он, ну, нету такого духометра. Вот. А просто посмотреть, сколько приличных людей ведут себя прилично в открытую, это значит, что с этим народом, с этим государством ничего не поделать. То есть можно там дойти до Волги, все выжечь и так далее, но потом кончится плохо. Все равно либо казаки в Париже, либо там красные в Берлине, да? Вот. Вот это стоит иметь в виду. Поэтому, когда мы говорим, что, ну, вот, сколько достаточно для обвинения или для оправдания, то надо оценивать не в абсолютных показателях, а в относительных. То есть есть такое понятие, например, тенокши нежба, украденный ребенок. Ну, была мода, там, хватать еврейских детей, крестить и так далее. Иногда их забирали из семьи, где помещали в какой-нибудь семье, там, неважно, христиан, мусульман. Вот. Иногда в монастыри передавали. Но, когда эти дети узнавали о своем происхождении, вот, то, ну, дальше, было дальше. Да, или в одну сторону, или в другую, они не оставались обнадушными. И получается, что адресовать такому человеку обвинение в том, что он того не знает, это не соблюдает, евреям вредит и так далее, эти обвинения мы им адресовать не можем. Они в этом не виноваты. Они жертв обстоятельств. Но в той мере, в какой он уже может оценить свое поведение с точки зрения универсальных норм, не специфически еврейских, а универсальных, там уже можно обсуждать. Поэтому, так же, как к таким людям не могут быть выдвинуты те же требования, или претензий, или вопросы, или пожелания, так и каждому поколению свой уровень требований выдвигается. Вот. Вот так. Но есть несколько триггерных точек. Триггерная точка в оценке – это то, что привело к гибели Содом и Гаморру. Вот. Я прошу прощения, мне надо сделать перерыв буквально в полминуты. Продолжайте, Раба. Так что оценивать надо по триггерным моментам. Вот, скажем, для чего нам рассказана история про Содом и Гаморру. Чтобы показать, это ведет к катастрофе. Что это? Мы знаем. Содомский грим. Несправедливый суд. Открытый и прикрытый. Ну, то есть, скрытый и открытый грабеж, воровство, которое не осуждается юридически. Преследование там социально слабых. Отказ от помощи. Даже если не против них что-то делается, не оказание помощи. Когда ее можно оказывать. И так далее. То есть, вот эти вещи, они ведут к катастрофе любой общества. Вот это да, это мы можем сказать. А более тонкие вещи там мы определить не в состоянии, потому что наша оценка будет в большей степени субъективна. Понятненько. Продолжая мой фактический вопрос, при прочтении с самого начала, на что я обратил внимание, это, скажем так, обещание Богу здесь и сейчас за хорошее, примерно, поведение. Смотри, вот если смотреть наши параллельные религии, такие как христианство и мусульманство. Ислам. 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 Они, по сути своей, пообещать вот здесь и сейчас ничего не могут, но обещают на будущее. Типа, вот в следующей жизни, когда я буду кошкой и так далее. Ну, это шутка, конечно. Вот тогда будет либо плохо все, если будете непослушными, либо будет все очень хорошо, если будете послушными. Мне кажется, что современный иудаизм, он где-то посередине застрял. Он говорит о том, что не надо стремиться получить награду в этом мире. Надо жить, чтобы в будущем получить эту награду. Ну, вот Тара, вроде как, показывает нам, что как раз стремиться надо здесь и сейчас получить, а не просто жить ради будущего, какого-то там будущего. Значит, есть... Ну, вот это мой вопрос, да. Что правильно? Значит, есть несколько уточнений важных. На мой взгляд. Первое. Значит, здесь встает вопрос о праведнике, которому плохо. То, что называется цадик верало. Праведник, которому плохо. И грешник, которому хорошо. Как это бывает? Значит, это номер раз. Есть такое... Есть два типа объяснения. На мой взгляд, они не противоречат друг другу, но приведены как два отдельных. Первое. С учетом идеи о том, что душа возвращается в этот мир в разных телах, то, что называется грегульный шамот, то здесь мы встречаем ситуацию, знакомую нам по восточным учениям, которые утверждают, что происходящее в этой жизни является результатом тех наработок, которые были сделаны там в течение предыдущих жизней. А будущие жизни, соответственно, будут результатом того, что наработано в этой жизни и в предыдущем. Это одно объяснение, которое приводит для того, чтобы показать, почему вдруг вот два человека стартуют с одинаковым ресурсом, во всех смыслах одинаковым, в одной семье, двое детей и так далее. Но очень разный результат. Ну, драматически разный. Это мы встречаем. И вот предлагается такое объяснение. Это одно. Другое объяснение говорит, что речь идёт о праведности. Если праведник, которому плохо, мы его встречаем, то мы делаем вывод о том, что с ним, с его душой может случиться в потустороннем мире, происходит с ним здесь и сейчас, а вот в будущем он получит награду. То есть за небольшое количество не очень хороших дел он рассчитывается здесь, а вот за всё остальное он сполна получит поиск того как. А грешник, наоборот, за те небольшие там заслуги, которые у него есть в этой жизни, он получает тут же расчёт, а всё плохое отправляется на доработку в поиск того как. Есть и такое объяснение. Но есть такая поправка. Я специально слушал мнения оппонентов. Неважно каких, православных, католических, каких угодно. И вот по поводу содержания этой головы речь идёт об обвинении в том, что евреи меркантильно воспринимают значимость духовных ценностей. И поэтому материальное сознание первых евреев, которым нужно было внедрить идею одного единого Бога, нуждалось вот в таких материальных стимулах. Ну, по принципу бихеоризма. Ведёшь себя прилично, получи конфетку, ведёшь себя неприлично, получи по мягкому месту. Вот. Ну, такая упрощённая схема, там, понятно, не всё так черно-белое. Контраст. Но еврейская позиция в этом смысле отличается. И жаль, что те, кто мог бы её объективно передать, не всегда это делают или просто не знакомы с ней. Значит, нам для духовной работы нужно материальное благополучие. То есть, если человек с духовными возможностями, с амбициями, в хорошем смысле этого слова, хочет помочь и людям, и себе, но он вынужден просто выживать каждый день, потому что детей надо кормить, за квартиру надо платить, ну и так далее. Но почему? Неотменяемые необходимости, безусловные, абсолютные, то он, его сознание погрязнет в болоте сиюминутных необходимостей, объективных. Когда я говорю болото, я не имею в виду, что это глупо или пошлое и так далее. Это объективно необходимые вещи, но они не позволяют ему поднять голову. А когда говорится в этой же главе, я поведу вас с высоко поднятой головой, потому что я разобью ярмо, которое было на вас, в Египте. А это ярмо египетское, оно не обязательно должно в Египте быть. Это образ для всех поколений. То есть в той мере, в какой мы оказываемся под ярмом египетских ценностей, ну вот однозначно давлеющих, конъюнктурных и так далее. В той мере нам нужно от них освободиться. И Бог готов помочь нам освободиться при условии, что мы со своей стороны осознаем необходимость этой помощи. Это не то, что вот хочешь не хочешь и так далее. Значит, в результате получается картина, при которой от евреев требуется большое личное усилие, коллективное и частное, для того, чтобы добиться такого уровня материального благополучия, которое позволит заниматься вещами более высокими. То есть материальная необходимость для нас инструмент. И это важный инструмент, но не цель. не цель. А те, которые возражают, оппонируют, они говорят, что вот это цель вести себя прилично для того, чтобы жить материально хорошо, не быть голодным, не воевать и так далее. а это все нужно для того, чтобы выполнять Тору. Потому что если голодный человек, сколько-то он будет выполнять Тору, а потом у него появится возможность украсть, потому что дети голодные дома, и он украдет с большой вероятностью. То есть он не просто не выполнит Тору, он ее нарушит. Поэтому материальность нужна для того, чтобы выполнить волю Бога. Вот это важный момент. Спасибо. Удивляюсь, Анвела, что не хочешь уточнить дальше. Я до девятого пасука пока свободен. у кого-то есть вопросы до девятого еще? Да, есть, конечно. Спасибо. Что ты напомнил. Я еще начну читать. Спасибо, что ты напомнил предложение до девятого. Дам дожди в свое время, а потом сказано, что земля даст произведение, а потом дерева дадут. Я не слушаю тебя. Подожди, подожди. Подожди в свое время, а дальше пропал звук. дам дожди написано я. Я дам дожди. Произведение даст земля, а плоды деревьев написано сдадут деревья. Тут можно что-то интересное увидеть, что, например, дождь Бог лично дает над землей Израиля, а земля сама по себе работает, если у нее правильные условия. да, да, то есть предполагается, что определенный уровень свободной воли есть у разных творений, когда говорится, что земля исторгнет в случае, если что не так, тоже говорится. Бог сказал деревьям в саду Эдема, да, чтобы они были съедобны, а только часть деревьев дала плоды, остальные даже и плоды не дали, то есть они ослушались. Где были деревья, которые послушались, кто об этом знает. Ну, вот в Тихом океане есть острова, которые называются Счастливыми, там сердцевина стволов съедобна, крахмалистна, она съедобна, то есть это съедобные деревья, и для того, чтобы обеспечить себя материальным минимумом, достаточно пять трудодней в году. Ну, то есть свалить дерево, обработать, заготовить и посадить новые деревья. И все это занимает примерно пять дней. А остальное все, то есть прожиточный минимум обеспечен. То есть когда деревья послушались, мы видим, какой уровень благосостояния у людей, сколько времени освобождается для духовного роста, для добрых отношений и так далее, для выполнения заповедей. А если нет, то мы видим, что бывает, когда нет. Так что это одно. Второе, когда мы такое читаем, мы видим, что надо уметь делегировать обязанности. И это очень важно. То есть есть вещи, которые нельзя делегировать. Например, о чем идет речь? Рождение ребенка, когда ему родиться? Смерть, когда умереть? дождь, когда пойти? Или прекратить? То есть ключ от рождения, смерти и дождей и сказано ключ от знания времен прихода Машеха. Этот ключ Бог не передал никому. Вот. То есть какие-то вещи нужно сохранить в собственном ведении собственной власти, а какие-то можно делегировать обязанности, необходимости. Можно делегировать. И любой перекос ведет к нарушению работы. Либо ты делегируешь то, что должен сам выполнять, и тогда пойдет не так, как ты хочешь. Или ты будешь вынужден на ручном управлении держать всю систему. А это нереально, и поэтому возникает злоупотребление. Ну, скажем, то, что хорошо работает из ханской ставки в степях Монголии, не очень хорошо работает. спустя тысячи лет чуть северо-западнее. А вот. Так что поэтому та система успешна, где происходит разумное делегирование полномочий. Вот если посмотреть, ну, какая примета, скажем, да, или черты благополучной системы, ну, скажем, государственной, то, что мы видим? Государство благополучно, в том числе, когда власть делегирована разумно. Так было, при том, что я не сторонник римского государства, оно мне очень сильно не нравится, но оно было жизнеспособно и успешно почти тысячу лет. Это опыт, которым нельзя пренебречь. И мы видим, как выстраивалась система управления на разных этапах. То же самое, скажем, происходило в разных частях, там, я сейчас не буду, и в Китае, и так далее. Вот. И в России, когда ни одна пушка в Европе не смела стрельнуть без разрешения русской императрицы, которая, вообще-то, немка. Вот. Ну, вот такие вот вещи. То есть, здесь мы видим, да, пример разумного делегирования. Ну, в общем-то, получается, полезно знать, за что все-таки Бог лично отвечает, а что Он запустил как часть процессов, которые уже есть в мире. Хотелось бы, чтобы вот религиозное образование все-таки этим тоже занималось, а не вот просто все кидало на Бога. Ну, есть системы, где этому уделяется должное внимание. Да, вот эти вот ишивы, модерн ортодокс, и сионистские ишивоты, военизированные ишивоты, СДР, там это очень широко обсуждается, потому что, ну, представляешь, да, военизированные ишива, ишиват СДР, вот, как нам выстроить отношение с Богом, когда у нас там задача достаточно жесткая. Ждать, когда Он за нас победит, или забыть про его существование и предаться азарту боя. Слушай, это как Полонский говорил, что, значит, ну, как бы сионисты верят, что, как бы, нам нужно самим все сделать и потом срам построить, а там те товарищи верят, что он опустится с неба. Так вот, когда мы его построим, для тех он опустится как с неба. Ну, да. Кстати, Рамбан утверждал, что, ну, его трудно заподозрить, да, в ангажированности, вот, но он утверждал, что евреи должны построить храм в первый, ну, политически удачный момент, когда евреи будут владеть территорией иудеи, кстати, да, что надо, когда вернуться, надо построить храм, то есть не просто Иерусалим с окрестностями, а вот иудеи, ну, вот. Вообще в этой главе, да, говорится, ну, вот, как бы про степени проклятия и про степени благословления. Ну, да, потому что мы сейчас сказали, кто за что отвечает за прерогативы. Значит, соответственно, вот тут продолжение мысли Анвео, можно ли по состоянию жизни, когда, ну, прям все хорошо, когда и вот сто врагов прогоняет пять человек, когда и лютые звери вот вчера были и сегодня прогнали сами собой, когда вот мир, когда вот достигает сбор винограда, достигает там, что, посева. Да. Это можно принимать как, ну, личную улыбку Бога и вот, как бы, по этому мерить, что все, или продолжать вот мучиться, как бы, вот там исследовать, что еще с нами не так и так далее? Продолжать, потому что было много моментов, когда евреям жилось так хорошо, что расслабились и решили, что, что можно уже не отслеживать те вопросы, которые могут перерасти в проблему. Ну, например, там, во времена царя Шламу. царь Давид воюет, старается, там, рискует, ищет, мучается, достигает, стихи пишет, женщины имеют, все хорошо, молодец, настоящий округ. И его сын на всем готовом получает и от папы, и от народа, и самое главное, от Бога он получает, мудрость он получает. У него все хорошо, у народа все хорошо, народ богатеет, перестает воевать, утрачивает вкус к оружию, расслабляется, начинает торговать вместо того, чтобы, ну, я не знаю, строить, пахать, воевать, искать, добиваться. Вот. Все, все хорошо, мы торгуем. Он переформатировал сознание. И что? А, у нас все так хорошо, что можно вообще не выпрягаться. А, ну, там, его там новые жены хотят боюгать своих кукол, которым они там песенки поют, я не знаю, там, кормят с ложечки, просят, там, рассказывают. Ну, детский сад, пусть кешатся. Что с них взять? А кто-то решил, что, что ты смотри, и долопоклонствует же, ну да. А что? А нам нельзя? Подавай, сначала так, в прикидку, а потом посмотрим. И понеслась нелегкая коза по иппатрону. И мы знаем, чем закончилось. Государство распалось. Вот. Если в этот момент, когда все хорошо, он не золото накапливал в хранилищах и предметы роскоши, которыми он развратил народ материально, вот, большой молодец, а держал в тонусе, ну, это другая история была. Ну, он позволил расслабиться. Обычная история. Римляне расслабились. Даже арабы, которых я сильно люблю, вот, они, когда захватывали территории, то их халифы, кстати, умные люди, вот, они запретили своим солдатам селиться в городах, а раскидывать военный лагерь, разбивать лагерь рядом с городом. Для чего? Чтобы не заражались любовью к роскоши. Ну, сколько-то это работало, а потом опять 25, и все, они, значит, почувствовали вкус к роскоши, расхотели то, расхотели это, ну, и все, дальше, дальше, дальше. Монголы их били, да, кто их только не бил. В результате они отстали. Очень сильно. Они пришли в Испанию как жесткие варвары, движимые, высокие, как они понимали, идеи. А, а у нас же все хорошо в Испании. И что? Солнышко, плодородная земля, много воды, расслабились, полюбили роскошь. Все. последний эмират, кордовский эмират, там, гренада, была отдана без единого выстрела. Им сказали, ну-ка, давай, повоюем. Да не будем мы воевать. Взял, да и сдал всю территорию. Вот. Все. И это обычная история. поэтому нам расслабляться нельзя. Но тот, кто настаивает на том, чтобы учить Тору, стараться, воевать, трудиться, он выглядит или дураком, то есть его выставляют или дураком, или сумасшедшим. А вот. Ну, фанатиком, что примерно одно и то же. А вот. И все. Так же случилось с крестоносцами. Можно сколько угодно не любить ни крест, ни крестоносцев, ни их идеи, но пришли они и завоевали, их было меньше, чем защитников города, а защитники города всегда в выигрышной ситуации. Они совершили сверхусилия, завоевали, там туда-сюда кровищу пустили. Плохо, я их не оправдываю. Но через 200 лет их потомки погрязли в роскоши и воевать уже не хотели. Назывались пуланы. Все. И их выяснили. То есть вот эта идея, что надо держать тонус, это правильная идея. Причем тонус надо держать сверху. Вот опять же Черчилль, которого я тоже так же сильно люблю, вот, но умный мужик ничего не скажет. Что он сказал? Война, в которой не участвуют дети высокопоставленных чиновников, министров, аристократов и так далее, это не война, а бизнес. Да, есть его за что уважать, есть за что ненавидеть, это понятно. вот, но сказал он одну вещь. Война, в которой не участвуют дети аристократов и чиновников, это не война, а бизнес. Если бы это знание на уровне не умозрительном, а личного понимания попало глубоко в сознании, то многих бы жертв удалось избежать. Не будем пальцами показывать. Следующий вопрос можно задавать? Ну, это наш великий модератор. Хорошо. Вот мы дошли до девятого пасука. Он звучит в первой части нашей главы, тогда, когда говорится на позитиве. И вот мне вспомнилась такая штучка, такой пример. Приятное слово и кошке приятно. Слышал такое, наверное, пока словится? И вот здесь... Я даже знаю историю возникновения. Ну, хорошо. Здесь примерно то же самое. Обращусь я к вам. То есть обращается, он обещает обращаться на позитиве. Вот. Но ты знаешь, вот вспоминал, вспоминал, даже тогда, когда очень хорошие времена в Израиле были, и все старались ходить и служить Богу, любить Его. Ни разу не помню, чтобы какой-то пророк вышел и сказал какой-то позитив. Вдохновил и сказал, ребята, вы так правильно все делаете. вот. Но, к сожалению, все послания пророков это только негатив. то есть исправление негатива. Нет. Не можно помнить, конечно, поправь, поправь меня, но я думаю, может быть, если бы больше позитива было от Бога, да, знаешь, как я когда-то работал у одного начальника, и он мне все время плохие вещи говорил, вот ты это не сделал, ты то не сделал, вот. А когда я делал хорошо, он молчал, я ему спрашиваю, тебе это не понравилось, он говорит, понравилось. Я говорю, а почему не похвалил, он говорит, ну, я тебя не ругаю, это уже похвала. Понимаешь, вот. Нет, я понял то, нет. Значит, смотри, где я не соглашусь. Значит, пожалуйста, к царю Давиду Бог обращался с вполне позитивными вещами. Например, дальше. Царь Шламу попросил у Бога мудрости, Богу это понравилось, он его осыпал комплиментами и возможностями. Да, ну, я имел в виду вообще народу. Да, народу. Значит, когда, слушай, одарование Торы, это что? Это не акт любви, а сама Тора, это просто исповедь Бога перед своим народом. А когда он говорит, я вас знаю, и поэтому я вас избрал из всех народов. Знание в контексте Торы означает особо доброе отношение. И даже когда он говорит, я вас избрал, поэтому я вас буду наказывать строже, строг, в общем-то, это тоже объяснение любви, но такое, чреватое. когда ребенку говорят, ты знаешь, своими способностями, ты можешь достичь необычайных высот, но ты ленишься, дорогой, и вот для того, чтобы тебе помочь, я тебе говорю, не будешь, там, не выучишь таблицу умножения, мы с тобой не пойдем в тир. Ребенок воспринимает это как угрозу, как негатив, как ущемление прав, как это он не пойдет в тир. Как говорила моя учительница литературы, писала на полях сочинений, ты могла бы лучше. Вот, Инка говорит, как говорила моя учительница литературы, она писала на полях сочинений, ты могла бы лучше. Вот, это вот тот случай, поэтому даже его негативные суждения, они им же объясняются как продиктованные особой заботой. Вот, просто те евреи, которые воспринимают понятие избранный народ как избранный народ, да, эти, естественно, тяготятся. Так вот, много есть. Целюхи скиягу, он сказал, что ты его боишься, то ты их сейчас видишь, а завтра их не увидишь, они уйдут. Как они уйдут? 185 тысяч. Второй день Песоха. Никаких шансов. Этот Санхири все вокруг взял, Египет покорил. Иерусалим в осаде. Шансов ноль. А Бог говорит, да не боись. Уйдут. 185 тысяч погибает в одну ночь, и с остатками армии он уходит. А что дальше? А дальше его старший и средний сын задумывают убийство, таки убивают его. А его третий, самый младший сын, этот гад был Ашургаадон, Ассаргадон. Такое вытворял, не дай Бог. Но братьев своих он убил за убийство отца и сам правил. То есть, я к чему это говорю? Что Бог говорит хорошие вещи. А вот я там дам то, а я там дам это, а потом седьмой год. Ребята, земля в шестой даст тройное урожай. Это что, не объяснение в любви? Да, но ты все время говоришь о частностях конкретным людям, то есть царям, к примеру, да, а я говорю к народу, потому что пророки обращались к народу в основном. Они, конечно, обращались и к царям тоже, но к народу. Знаешь, семейная психология всегда так говорит, если женщина не хвалит своего мужчину, то, как бы, он и не развивается. Вот если бы, я думаю, больше было бы слов со стороны Бога для всего народа, подмечены какие-то вещи, вот вы молодцы, вы сделали вот это, я горжусь вами, я думаю, что народ не просто о, я горжусь вашим царем, а вот именно вами, это бы их очень сильно бы стимулировало к росту. Мне кажется, вот этого, к сожалению, не хватает. Это сейчас претензия в сторону не тебя, ну, ты знаешь, куда. Я знаю. Значит, смотри, когда Бог сказал, а вы вернетесь, а земля даст вам урожай, а деревья отдадут вам свои плоды, это что, не народу? Народу. Народу. И история человечества не знает аналогов. Не просто через, там, две тысячи лет, как у евреев, а это пятьсот лет. И в четыре раза меньше. Хорошо, сто. Сто лет тому назад. Если кто-то пытается ну, реализовать события столетней давности, то как он выглядит? Или как безумец? Или как чудовище? Потому что мышь уже уже изменилось, все, а он хочет, а он хочет, смотри, поставить. Не, так не пойдет. Гад. Вот. А евреи говорят, да какая разница? Что там говорят, что там пишут? Ну, если по-хорошему, когда собираются с духом, когда начинают смотреть, что напишут там в такой-то газете такой-то журналист или такой-то пресс-секретарь такого-то правительства, ну, все плохо. Но когда перестают обращать внимание на лохмуренные брови политиков, а читают, что в Таре написано, то единственное случай это воссоздание государства. Это хорошо? Хорошо. Вполне все хорошо. Пример. Вот Гедеон, да, 300 человек победил. Не выходит навстречу пророки, не говорит, какие вы молодцы. 300 спартанцев победили армию. Горжусь с вами, и помнишь, как этот завет мой с тобой лично будет, вот как с этим был, который копьем пробил. Кинхас. Да, вот ему сразу же награда была, прям, вот это показатель, молодец, вот завет с тобой. Он потом все время, всю жизнь помнил об этом. И вот я это думал, было бы классно, если бы это было. Много таких случаев. Смотри, много таких случаев. Народно вот прямо здесь и сейчас. Чтобы с кем осталось. Хорошо. Когда Шауль, еще не царь Шауль, Шауль, сын Кишин, искал своих пропавших ослиц, куда он пошел? К пророку. Если пророк говорил плохое и оно не случалось, ну, Бог передумал менять плохое на хорошее. А если пророк говорил хорошее и оно не случалось, этого пророка забивали камнями. То есть от себя тяну нести было лично смертельно опасно. А институт пророков действовал до времен до конца эпохи первого храма. То есть это значит, что они выполняли свою функцию только потому, что то хорошее, что они говорили, сбывалось. И это происходило в течение сотен лет. Вот что. Просто эти вещи желательно видеть. Проявление любви желательно видеть. А если они воспринимаются как должно, то это уже проблема того, кто их воспринимает таким образом. Ну то есть все хорошо. Самое главное скоро конец. Я не слышу тебя. Самое главное что? Что скоро конец. Скоро что? Конец. Я не слышу. Он говорит хорошо, что скоро конец. А, конец. Там какая-то какая-то проблема со связью. это еще как сказать. Почему ты пришел что скоро конец. Никто сроком не называл. Домой следующий вопрос по этому же по суху. Написано и укреплю завет мой с вами. То есть они прямо сейчас находятся в базовом комплектации завета, который предполагается нарастить, да? Значит, смотри, формально заветов было несколько. Были заветы с патриархами на уровне идеалов. Были заветы с договор с общей с народом во Дарване Торы. Был договор, когда во времена Ишуа-Бену у горы Ивалы-Грязи на севере под Шхемом. На севере Израиля. Но был еще договор во времена пророка Илья-Бену. Когда он соревновался с пророками Баала. И тогда он заключил договор с Богом от имени народа, а народ говорил Адуна и Гоа Аллоким. Это тоже был договор. Но это в узком смысле, в широком смысле этот договор можно и я думаю нужно постоянно возобновлять. То есть строго говоря каждый из нас в каждый отдельно взятый момент находится в состоянии договора либо его отсутствия. то есть не просто мы выполняем статьи того договора, а мы все время с Богом в контакте, в договоре, что не в том смысле, что ты мне, я тебе, Алла Верды. Да, вот это оно. Восхождение или деградация. Спасибо. Это оно. Более того, я помню, рассказывал про это, просто упомянул, что во время когда мы приступали к службе в условиях таких не гарантировавших жизни и здоровье, то все наше подразделение заключало договор с Богом. Ведь не только у нас был. Вот мы договариваемся, да, могут быть проблемы. в народе, в государстве, в стране, в армии. Но мы, наше подразделение, заключаем отдельный договор с Богом о соблюдении или не нарушении. и да, это работало. Смотри, я правильно тебя понял, что ты имеешь в виду? слово укрепил в данном контексте, это скажем так, из строительной тематики идти. Здание построено, оно стоит. Но со временем есть такое понятие, как эксплуатация. Оно начинает, например, дряхлеть, трещинки появляются. и вот усталость вытерялся. Задача его обновлять постоянно. Да, да, да. Очень хорошо. Очень хороший пример. Спасибо, я его просто беру на вооружение. Мне нравится. Спасибо. Принято. Правда, очень хороший пример. Многое объясняет. Ага. Хорошо. Исчерпывающе. Просто зримо. Очень хорошо. Очень удобно. Спасибо. Да. Это не просто они тогда разик сказали, погорячились, а теперь я. Ну вот, был еще один, который я не упомянул, договор, когда Эстер заключила от имени, ну, призвала народ заключить договор с Богом, когда вот они три дня в постели, трое суток в постели. Вот. Это тоже был договор с Богом. А вот, так что, да, да, конечно. Этот договор, это не разу что-то данное, и можно не возвращаться. Это все время надо стараться проверять, ремонтировать, поддерживать, ну, призывать новые бригады молодые к этому делу. Да, очень хорошо. Еще, знаешь, у меня, я не знаю, правильно я думаю или нет, мысль у меня такая, я дальше по главе, там рассказываться, сколько человек стоит. И про взрослого человека написано, что он стоит 50 шекелей. 50 шекелей. Теперь, священную, да, да, но это понятно. Смотри, теперь, у меня такая математика сразу же родилась, то каждый мужчина должен был пол шекеля каждый год давать, выкупая душу свою. Получается, что Бог сказал, я ограничиваю года жизни 120 лет. Вот, то есть, по сути своей, человек за 120 лет полностью себя выкупал у Бога. мне мысль понравилась, хотя, неожиданная такая мысль, да. Значит, смотри, там речь идет об обетах, что если у человека там что-то случилось, и ему своими силами он понимает, что он не справится, вот, никак там обращается, ничего не получается, он понимает, что он должен что-то отдать для того, чтобы, в общем, что-то ему мешает, какой-то избыток материальности, образовался какая-то пробка, какой-то затык, вот, образовался, надо с этим что-то делать. И он этот затык, он не знает, в какой области, что именно сделать, и так далее, но он говорит, слушай, я не знаю, я признаю, что что-то не так, давай так, я тебе отдаю, я тебе обещаю, а ты по своему усмотрению, я не знаю, где именно, просто признаю. И вот, сколько стоит его обед, да, то есть, он должен за, за то, что вот он так договорился с Богом, мужчина столько-то, женщина, там, 30, ну, там, старше, мужчина старше 60, женщина старше 60, иначе, мужчина младше 20, женщина младше 20, иначе, там, 5-6 лет, месячный младенец, ну, когда за него там что-нибудь, да, то есть, речь идет о том, что все это дело регламентировано. Вот так. Все вопросы. Такой рефрен интересный, вот интересно, как ты прокомментируешь. Если вам не будут противны мои заповеди, то вы не будете противны мне. Если не возгнушаетесь заповедями в Синодальном, то моя душа, там написано так, если ваша душа не возгнушается заповедями, то моя душа не возгнушается вами. Ну, примерно тогда. Нет, там написано, что я, даже если вы там нарушите то и это, то окончательно я вами не возгнушаюсь настолько, чтобы уничтожить полностью. То есть, скажем, отношение Бога, в общем, оказалось добрее. Когда евреи полностью отказываются от Бога, да, то даже при этом Бог не полностью отказывается от евреев. Но там интересный ряд. Там говорится, возгнушайтесь моими заповедями, будете презирать мои заповеди. Дальше. О чем идет речь? Ну, там изучение Торы, соблюдение Торы. Замечательно. Мои уставы. Уставы – это отношение между собой, со мной, с другими народами. Бог говорит. Потом, посмотри, пожалуйста, там есть очень интересный ряд. Я просто его сейчас не воспроизведу, точно, а жарю. Значит, там так, не возгнушайтесь заповедями, не будете презирать мои заповеди, будете ходить по моим уставам, соблюдать отношения. А если нет, то идут дальше длинные перечень обещаний. Вот. Потом я уже не помню, там уже совсем все плохо дальше идет. Сейчас я посмотрю. это важный момент, поэтому я немножко отвлекаюсь секундник. Вот. Чтобы не ошибиться. Пока ты смотришь, следующее, там, что значит, что он будет ходить, написано, буду ходить между вами, внутри вас. Да. ну, да, значит, тогда Бог будет с нами, да, то есть, будет, там будет так, если вы будете ходить, там не будете соблюдать мои заповеди, если будет там точно, будете ходить по моим заповедям, кельху, насколько я помню. я про него. Он пишет, что поставлю свое жилище среди вас, душа моя не возгнушается, буду ходить среди вас или внутри вас, ну, в вашей среде. Да. Вот, как бы, первое понятно, второе понятно, буду вашим Богом понятно, быть его народом понятно, но как он будет ходить среди нас, вот это интересно. Это значит, что его присутствие не статично. а оно допускает видимые изменения в проявлениях. А эти изменения могут быть изменениями, которые мы воспринимаем как развитие. Это то, о чем Полонский очень развесисто и красиво сказал, вообще рассуждает на эту тему, мне очень нравится. что, когда мы воспринимаем заповеди Бога как нечто, как совершенное и потому неизменное, то это ошибочно с той точки зрения, что отсутствие изменений не является не синоним совершенства. Если оно не изменяется, не вот, то оно несовершенно. Совершенство предполагает с одной стороны статичность принципов, а с другой стороны гибкость в их реализации. Вот здесь просто лучше, чем Полонский, я не скажу. Кому будет интересно, пожалуйста, поинтересуйтесь. То есть Бог говорит, скучно не будет, будет интересно. Нет, скучно не будет. С ним никогда не скучно. Скучно без него. Так. Ну, я могу дальше идти, если хочешь найти. Вы идти буквально. Там было, да, я понял, что ты говоришь, там было, я не помню, может, прошлая глава была, там было ходить, ходить, ходить в законах было, ходить в законах. В, ну, не по, не аль, а б. Да, в законах, да. Или посредством законов ходить. Или ради законов, кстати, можно и так перевести. Вот. Так что, и там идет речь вот о чем. Я сейчас не вспомню точную последовательность, к сожалению, не вспомню, на самом деле. Я бы хотел. Так, у меня все зависло, поставлю паузу. Значит, то получается, что здесь, ну, наблюдается такой ряд. Сначала человек не знает, потом не хочет знать, то есть добровольное невежество. потом он плохо относится к знающим. Сначала он их не понимает, потом он над ними насмехается, потом они ему противны, а ему надо как-то объяснить свою позицию. Он объясняет свою позицию и входит в окончательное противостояние. Вот. И тогда он уже противостоит людям, которые за Тору, за Бога и так далее. Я не имею ввиду то направление или это направление, а в целом. И потом уже и отношения портит, потом он уже активно там противостоит и дальше последствия очень плохие. Вот этот ряд прямо в этой главе очень четко обоснованен. А вот. И последствия. Там будет то, будет то, будет то, а окончается очень плохо. Окончается, что будете есть плод сыновей ваш будете есть плоть сыновей ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Давай попробуем эти стадии разобрать. Мы их разбирали в принципе несколько раз. Вот такое чувство, что начинается все-таки с нервов и психологии. Потому что первое, что пошлю ужас на вас. Ужасть, чахлость, горячка, утомление глаз, мучение души. Ну, как бы и враги будут. Интересно, что они, и вы еще не будете сильно перед ними бежать. А нет, это будете бежать. Да, то есть, и начинается это, конечно, со врагов. То есть, враги и паника такая, склонность к панике. Значит, там, не помню, в предыдущей главе или в этой, упоминаются два вида противника. Оевим, оевейхен и сонейхен. Оевейхен это враги внутренние, а сонейхен это враги внешние, от слова лесно ненавистники. Так вот, оев это внутренний враг, чаще всего. А эти соним или в данном случае сонейхен ваши ненавистники это внешние враги. то есть усилятся и те и эти. Это плохая ситуация. А то, что начинается, что я пошлю на вас бегала, бегала это ужас. Но если просто перевести, то это террор. Потому что террор это и есть ужас. То есть, я пошлю на вас террор. это очень грозно звучит. Мы видим, как это бывает. В общем, это понятная нам картина сегодня абсолютно. Абсолютно понятно. Я пошлю на вас террор. С другой стороны, нельзя сказать, что совсем плохо, потому что не на последних степенях мы как-то начал, когда голод и каннибализм. А дальше там шахефет, кадахет, там что это называется, лихорадка, горячка. Вот. Томление глаз. Что такое томление глаз? Это нереализованные надежды, нереализовавшиеся надежды. Когда человек видит, хочет, понимает, все вроде должно получиться, включаешь, не работает. И он томится. Вот у них почему-то получается, у этих там, неважно, там, римлян, греков, там, неважно. Вот у них все получается, а у нас все разваливается. При том же самом все. Вот это томление глаз. Вот. А то, что, скажем, 10 женщин будут печь в одной печи. Ну, сегодняшний современный человек думает, ну, технологии такие. Собрались, экономят горючее, дрова в данном случае. Нет. Значит, это значит, что общество настолько лишилось смысла в поддержании себя в нормах отношений, в оценке ситуации настолько лишилось смысла, что утрата этих смыслов выражается через то, что 10 женщин будут печь в одной печи. Во-первых, ну, таки да, не хватает дров. Почему не хватает дров? Потому что ничего не хватает. Дрова это, ну, важный показатель ресурсов. Теперь, не хватает продуктов, их экономить. Дальше. Не хватает обстоятельств, ну, как бы, условий. Каких условий? Ну, каждая женщина, у нее свои предпочтения, как готовить тесто, как из этого теста выпекать, что добавлять, чего не добавлять, какой формы, какого объема. А тут все, вся эта лирика уступает место жесткой необходимости. Не в думе у себя ты будешь делать так, как ты хочешь, а собравшись, у вас коллектив дружный, ну, как сказать, женский, да, а собравшись, будете делать то, что вынуждено, а не то, что нравится, или хотите, или планируете. То, что вынуждено. И вот эта вынужденность есть показатель утраты смыслов. Так вот, когда Бог говорит, я там, всемиро увеличу наказание, это значит, что смыслы, которые мы должны сохранить, мы утрачиваем, и для того, чтобы к ним вернуться, нужно совершить какое-то дополнительное усилие, которое по-хорошему мы не совершаем, значит, оно изнутри, значит, оно совершается извне по-плохому. Вот что. Вот о чем идет речь. И для того, чтобы избежать этой ситуации, Бог ее подробнейшим образом описывает. И мы знаем, что были периоды, когда доходило и до такого сожаления. доходило? Аркадий? Желаю, привет. Скажи, пожалуйста, а это касается только евреев, или это касается и народов мира? Потому что я вижу, что такие же наказания приходят и на народы мира? Да. Или это просто поездочное мнение? Да. приходят. Но в нашем случае мы точно знаем, за что приходят. То есть мы знаем, Бог определил для нас причинно-следственную связь, из-за чего приходят такие вещи. Именно для того, чтобы мы их избегали. Когда Бог говорит не суй пальчик в розетку, током ударит, то это не потому, что он злой мстительный, а именно потому, что он хочет, чтобы мы туда не сывали пальчик. Да, я понял. То есть не сылать пальчик в розетку, это не только касается евреев, но и народ выбирает. Это того, да, слушай, Тора это то, что Бог дал евреям для того, чтобы евреи мудрость Торы распространяли в мире, чтобы мир становился лучше. Это не значит, что народы мира должны Тору изучать. Они не должны Тору изучать. Но у нас задача преподавать мудрость Торы, чтобы сделать этот мир лучше. Вот и все. Спасибо. Ну, на здоровье. Так, значит, мы разобрали первую степень проклятия. Вторая степень. Сделаю небо, как железо, землю, как медь, земля не даст произрастений, дерева. Вот объясни это, пожалуйста, про медь и про железо. И хочется понять, как бы, Израиль, вот, все-таки он на втором месте или, не знаю, можно ли сказать, слава Богу, как бы, но на этой первой ступени. Хорошо, что не хуже. Железо всегда воспринимается как материал угрозы. Не заноси железо на камни, предназначенные для строительства жертвенника, например, да? Потому что железо это, ну, материал разделения, материал насилия. Вот. Это понятно. И если небо сделаю, как железо, то есть угроза будет свыше. Это плохо. земля как медь называется нахошет, а змея называется нахаш. Вот. И а гадать называется нахеш. То есть ситуация, когда из меди сделаны предметы, там, орудия, украшения, это нормальная ситуация. А когда вместо того, чтобы пахать и сеять, мы будем скрести эту землю, а она будет змееподобна по целому ряду пунктов, она будет не просто нейтрально с точки зрения пользы, то есть пользы не даст, а она будет еще и опасна. Ни к чему хорошему это не приведет. То есть это плохая ситуация, это очень серьезная угроза. Слушай, кстати, вот на этом же втором уровне, минус втором уровне, начинается с того, что увеличу наказание за грехи всемира. Вот просто иногда бывает обсуждаешь с людьми и говорят, почему Бог ко мне так строго относится или вот там всем проходит, а мне не проходит, или там ну казалось бы логичное наказание вот такое будет, а как бы окажется, что Бог намного жестче наказывает, чем заслуживает. Это про то? Значит, да. Значит, речь идет о том, что кому много дано, с того много спросится. то есть назвался грузием полезной в кузов. Если человек взял на себя высокую миссию, высокую ответственную функцию, то нарушение его будет опаснее и наказание за нарушение будет соответственно жестче. То, что среднего человека пожирят и все, человека ответственного будут преследовать просто. Мне нравится этот пример, что напился, скажем, кочегарки. Напился и напился. Дом будет, там будет холодно, а не тепло. Плохо. Пришли там, растолкали или сами накидали уголь туда и ну дальше все. Трубы не лопнули, уже спасибо. Если зимой. А если напился, ну я пропускаю ряд пунктов, скажем, оператор на атомной станции. Всю Европу можно загадить. Ну не важно Европу, там целый регион большин. Вот. И это большая проблема. Значит, если за пьянство кочегара, ну что ему скажут? Ну матом пошлю. Все. Потому что возьмут другого, другой будет пить так же. А оператора на АЭС гораздо меньшее количество алкоголя. Он не будет даже пьяным, он просто будет немного выпивший. Что накажут очень строго. Потому что последствия могут быть тяжелее. Еще ничего не произошло. Могут быть тяжелее. Так за то, что может быть, его накажут гораздо строже, чем кочегара, который уже там напортачил. Вот. Поэтому у разных людей разный уровень ответственности. И бывает один и тот же человек взялся за какую-то ответственную работу. И там позволяет себе нечто, чего не должен позволять. Последствия тяжелее. Вот мне раньше казалось, что эти уровни сливаются, но сейчас мы разбираем подробно. Я вижу действительно большую разницу. Потому что если в первом, мы уже возгнушались, но тут пока что на первом уровне наказание намного мягче, чем заслуживаем. Просто терроризм, просто все, что написано. А здесь вдруг включается другая скорость наказания, конкретных, точечных. Конкретика тяжелая. И более того, когда говорится всемиро, имеется в виду на порядок выше. это другая реальность. Ну, другой уровень реальности. Вот что. Но при этом говорит Бог, что я вношу вслед вам меч, ну, то есть вас будут преследовать там погромами, войнами и так далее. Земля ваша будет опустошена, никто на ней не поселится. Вот. И долгое время это воспринималось как проклятие, ну, что само по себе да, верно. Но в этом проклятии есть благословление. Это значит, что она не даст свои плоды никому другому, и никто не захочет так уж сильно ею владеть. Вот. Так что... То есть получается, что земля Израиля интересуют другие народы только пока она интересует нас. Тогда она... Нет, 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 В сельхоз отношении точно, а так не только, потому что ну, вот эти места расположения ближайших трем континентам, строго говоря, к двум, Евразия, да, Европа, Азия и Африка с выходами к портам, к тому, к всему, там неважно нефтепроводы и прочее, оно всегда было интересным. Это было активного межцивилизационного общения среди прочего. Шел обмен не только товарами, услугами, но и обмен идеями. И мы видим, к чему это привело. то, что происходит в Израиле отзывается гораздо громче и ярче во всему миру, чем если бы оно происходило где-то. Ну, вот пример. Скажем, Пакистан два с чем-то миллиона народу взял да и выпер, а их дома бульдозерами снесли. кто? Что там квакнул? Нигде ничего. Там в Судане происходит то, что происходит. А, пожалуйста. А в Иране сколько этих казней? Кто их считал? А вот. А в Израиле не подвезли там еду или подвезли, но так, что ее забрали одни и не дали другим, виноват в Израиле. Ну, вот это похоже на сваливание на вторую ступень. Да. влетает больше, чем кому-либо за мелочи абсолютно. Конечно. Конечно. И пока не приходит осознание, начинается следующий этап, как ты говоришь, сваливания. Да? Ну, вот классно, ты объяснил, что в Семеро это переход на следующий уровень или не переход, а падение на следующий. И опять, как бы в Семеро, то есть тоже минус три, а минус три сломлю гордое упорство ваше. Угу. А тогда... И перестанет вообще плодоносить Земля. Гордое упорство это Гаон Узхэн. Гаон это гордость, выпендрешь, и отсюда, кстати, слово гений, тоже переводится как Гаон. Ну, вот такой вот. Вот. Узха это сила в значении насилия, потому что Аз это сила или Эз, уже там, неважно. Аз это сила, но есть сила Кох, например, тоже сила. Вот. Есть другие слова, но Аз это сила в смысле насилия. Кох, по-моему, это сила, которую можно взять, то есть от Лакаха, да? То есть я беру, взял какой-то инструмент, у меня появилась сила. Сила обладания, например, да? Вот. А есть, например, там Хиска. Хиска это потенциал. Отсюда Хазак, он сильный. Он может реализовать свою силу, может не реализовать свою силу, он Хазак, он сильный. Я, кстати, ошибся. Все-таки не урожай, это конец второго уровня. Как это? Когда первый раз провалился. третий, когда полевые звери, то есть уже не только окружающие народы, а и как бы земля, а полевые звери опустеют дороги. Знаешь, есть буквальный смысл, да? И он так и есть, его никто не отменяет. А есть еще иносказательный, где предполагается, что полевые звери это разного рода бандиты, уроды, маньяки, поганцы всякие, бандитьё. Лесные братья. Да, гопота такая, тяжкая такая. Бандитизм. М-м-м. Гридл-марк. Очень похоже на зверей, действительно. Да. Так, это было минус 3. Минус 4. Наведу на вас мстительный меч в отомщение за завет. Это разве все не мщение за завет? По сравнению с мечом, нет. Меч не отправляет шансов. А, ну да, потому что там был просто точечный бандитизм, а тут начинается уже повально, потому что написано мщение за завет, укройтесь в города, пошлю язву, преданы врага. Ну, то есть, тут уже начинается серьёзный перебой с продовольствием. Конечно. А как я с пациентом двигался? Но ещё не долго. Да, что торопиться? Потихонечку, потихонечку. И когда он двигался потихонечку и еврейское население концентрировалось в городах, то оказывалось очень скоро, что запасов в городе не хватает. Вот. И начиналось от скученности начинались болезни, начинался голод от нехватки продовольствия, начиналась грязня внутри. И кончалось всё очень плохо. Баркохбах. Так что Баркохбах. Ну, он герой, он патриот, он сионист, он умница. Но что? У него была проблема. Проблема была в том, что он Бога не воспринимал всерьёз. И когда ему сказали, ну, перед сражением помолись о том, что Бог помог, он сказал, ну, я в этом смысла не вижу, но в крайнем случае я его попрошу, чтобы не мешал. Ну, это нахвост. Вот. Но, евреи потерпели поражение не только поэтому, а ещё потому, что, ну, в нарушении закона брали, принимали в армию целые отряды шамроним, самаритян. А с ними отношения были как с арабами сегодня. Вот. А римляне по принципу разделяя власть у Девида от импера, они говорили, да, у нас война не с шамроним, у нас война с югдин, с евреями. Вы можете уходить, если хотите. Они поднимались целыми отрядами и уходили. И в решающих сражениях целые бреши образовывались в строю. Эти бреши надо было затыкать, это значит утончать строй и так далее. Это очень плохо было. Вот. А в конце концов, римляне вырубили шамроним вместе с евреями. Вот и всё. Обычная история. К сожалению. И ничему не учит. И так что да. И вот на этом уровне вводится карточная система, карточки. Будете отдавать хлеб ваш весом. Да. Там много еще интересного. Нет, просто хочется каждый уровень, видишь, точно разобрать, значит, второй земля, медь, железо, третий полевые. Вот это был четвертый уровень. Вот после пятого голод. Ну, логично. Снова следующий уровень в земле увеличу. И начинается после карточек, конечно же, голод. Начинается разрушу высоты, столбы, поверну трупы на обломки идолов. Города сделаю пустыни. Ну, то есть, это уже все такое. Конкретно. Да, это пятый уровень, когда голод и разруха. Флавий большой подлец. Папа всех предателей еврейских, что называется. Подлец из подлецов. Ну, что, образованный гад, умный. Ну, предатель, естественно. Вот. И он написывал события, ну, далеко отстоявшие во времени, да, давно прошедшие. Он описывал очень объективно, ярко, подробно, увлекательно и так далее. А те события, которым он был современниками и участником, он описывал как пропагандист. Ну, историю насиловал как мог. И он описывал самые маленькие селения, как селения, где было минимум 15 тысяч человек. Это самые маленькие. То есть, ну, каждый клочок земли был обработан и обработан хорошо, и грамотно, и полностью, и так далее. Вот. А когда, скажем, Рамбан, Рабим Мушабин Нахман приехал в Иерусалим, он вообще нашел только, не помню, трех или четырех человек, папу с сыновьями. Не помню, сколько у него там было сыновей, двое или трое. Красильщиков. Все, евреев там больше не было, все остальное были турки, арабы. Вот. А когда Марк Твен там во второй половине девятнадцатого века, не помню, какой-то был год, шестьдесят седнево или какой-то, он путешествовал по Израилю, он вообще там проехал ни кустика, ни зверушки, ни человека, ничего, вообще ничего. Не растет, не живет, не дышит. Странно даже представить, что это вот какое-то, говорит, печальное запустение. Написано, в этом состоянии земля отдыхает за все субботы. Ну, за все субботы это было в предыдущей главе, по-моему, если я не ошибаюсь. Не-не-не, здесь, вот, когда описана полностью разруха, вот, про которую ты сейчас сказал, и написано, что тогда, так, ну вот, потерял. Тогда земля наверстает субботы, да? Да, будет удовлетворять себя земля за субботы, то есть, как будто бы она будет радоваться тому, что она отдыхает. Ну, понятно, никто не живет, значит, никто и не грешит. Ну, да. За то, что душа внушалась постановлениями моими. Ну, вот, то есть, пять уровней проклятия на самом деле есть. Да, и видно, что мы сваливаемся постепенно на второй. У каждого, такие детали страшные, что никто за вами гнаться не будет, а вы там будете бежать, хотя никто не гонится, и от шороха листа там будете дрожать, и испатыкаться, и падать друг на друга. В общем, страшные вещи. Это вот это пятый уровень, все. Он больше всего описывается, кстати. Но, вот это было интересно, значит, что на сегодняшний день тех, кто, в общем так, есть евреи, которые, живя в Израиле, руководствуются соображениями, ну вот, как если бы они жили в, я не знаю, там, в Галуте, где-нибудь 300 лет тому назад. Вот уровень рассуждений такой же. Всего боятся, от всего откупаются, все терпят, все считают. Выступает человек и говорит, «Да что мы будем их там освобождать, заложников?» Вон, солдаты погибли. Сколько солдат? Уже больше 600 человек погибло. Ну, тех сколько сидит? Вот столько сидит. А мы вот столько людей уже потеряли. Незачем было это делать. Ну, то есть, вот такие вот вещи, да? Поэтому, как бы, все живут вроде как современники, а осознание людей живет в разных реальностях. Вот, как-то так. Руководствуются там представлениями о реальности, отстоящей за тысячи километров на тысячи лет. С другой стороны, вот, ну, скажем, позиция модерн-ортодокс или религиозного сиониста для них выглядит как позиция, я не знаю, там, этих кинжальщиков-сикарьев времен восстания против Рима. Какие-то фанатики, какие-то безбожники, какие-то, там, еретики всякие, сумасшедшие, агрессивные, опасные, надо от них избавиться, мешают жить, короче. Вот, прям, из этой главы. Тут странно, что в обратном порядке заветы союза перечисляются. Значит, вспомню завет Моисеяковым, потом завет с Фицхаком, и потом завет с Авраамом. Объясни, пожалуйста. Вот говорится, что у Авраама были слабости и ошибки, которые привели к этим изгнаниям. И то, что, то изгнание, в которое отправился Яков, это было следствием тех неисправленных слабостей и ошибок, которые Ицхак унаследовал у Авраама. Я не имею в виду генетическое наследование, я имею в виду идеологическое наследование. И да, мы видим, как сегодня оно осуществляется в деталях. Израиль, у меня вопрос. Ну, смотри, вернее, не вопрос, а такое вот предположение. Но я смотрю, и для меня, что ты говоришь, и мы разбираем, я вижу такие серьезные образы во Второй мировой войне, когда, например, блокады Ленинграда, когда было, погибло очень много людей, и действительно там и голодуха, и такое серьезное проклятие, которое, ну, действительно, по Торе сбылось. сейчас как бы есть конфликт между Россией и Украиной. Тоже есть моменты, которые я волнуюсь. Есть конфликт между Израилем и Палестиной. Тоже вижу какие-то моменты. в чем вот сейчас, в наше время, как, по твоему мнению, надо сделать шуву, чтобы все, ну, как бы, обнулить и все начать взаимоотношения со Всевышним заново? Ой, какой вопрос у тебя. В чем каяться? Ну, что сделать? Сейчас, сейчас расскажу. Значит, потому что следующий это сейчас, 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 я понял. Вот там, где выход. Значит, когда люди решили отодвинуть Бога из системы ценностей, то они же не сказали, мы отодвигаем Бога. Они сказали, мы хотим сделать как лучше вместо хорошего. И тогда начали практиковать подход, а кто не захочет быть счастливым, а того бараниров. То есть причиняли пользу и наносили я уже не помню, как сейчас наносили любовь, причиняли пользу, как-то так-то. Вот. То есть начали насильственно загонять людей в религиозное стойло. ни к чему хорошему это никогда не приводит. Потом это вызвало такую реакцию отторжений, которая накапливаясь привела к французской революции, к массовому, вот есть обезвоженность организма, а есть обезбоженность души. Вот. Оно выразилось, я сейчас не беру там тех, этих, и там, и там. Оно выразилось на Западе одним образом, а в Советской России другим образом. 300 тысяч священников с семьями были уничтожены. Не в том дело, там, можно быть, там согласным так молиться, сяк молиться, но по факту, да, священник все к ногтю в расход. с семьями. Это же не на ровном месте. И это же происходило, ну, практически на всей территории. Я сейчас говорю, ну, вот, без пропаганды агитации, оно происходило и в России, и на Украине, и в, и на окраинах где-нибудь. То же самое. Шаманов перебили якутских. На них охотились, просто. Вот. То есть, как оно происходило? Ведь то, что люди там пестовали, с этим считались, как-то меняли свое поведение, и вдруг их потомки совсем недалеко, дети, внуки собираются и все это дело взрывают, сносят, превращают в сарай для, там, для фуража, для скота, для того силы. Ну, что хорошего из этого будет? Ну, оно же не может не рвануть. Ну, тут многие происходят. Так, вместо того, чтобы сейчас сесть и сказать, ребята, ну, все, все, уже там поубивали, там, помучали, ну, давайте договариваться. некому уже так сильно открыть рот, потому что, знаешь, Бердяев сказал, я его, ну, как человека не уважаю, но философ очень интересный, он сказал, что да, критикуют там церковь в нашей пьянке, но я могу сказать, за пьянство, но я могу сказать, что в церкви много пьяных, ну, среди священников, там, персонала, а следи, ну, а вне церкви мало трезвых. То есть, речь идет о том, что вход там, где выход, после катастрофы семь заповедей новых. Почему после катастрофы? Ну, шесть было до, еще одну добавил после, сформулировал все. Семь заповедей нохом. Он добавил одну, там, не мучить животных. А вот. А он пророк, он не от себя добавил. Он был свидетелем событий, которые привели к катастрофе. Он был свидетелем и участником, ну, с хорошей стороны, спасающей во время катастрофы. И после катастрофы, когда он выжил и вышел и он пытался сообщить своим потомкам будущему человечеству, как бы мы не понимали эту историю, аллегорически или буквально, что сделать, чтобы профилактировать будущие проблемы. Это не значит, что катастроф не будет. Но это значит, что будет механизм профилактики и исправления. человек может там быть неважно к какому этносу принадлежать, к какой конфессии, к какому социальному условию, какие философские там идеи исповедовать, придерживаться, не суть. Но если есть общая платформа, можно договориться. Это шанс, это не гарантия, это шанс. Разные вещи. Это шанс. Но этот шанс надо сохранить и передать. Ну, и что мы видим на выходе? Достаточно скромный результат. Так что, чтобы договариваться, надо, во-первых, хотеть договориться. надо хотя бы понять, что происходит. А для того, чтобы ситуацию управлять, надо кое-кого лишить понимания, что происходит. Вот так. Ты объяснил, что то, что дальше, в самой последней главе, это про сверхусилие для решения каких-то проблем, когда человек понимает, что ему надо как-то сверхурочно приблизиться к Богу. да? Лично постараться, да? Ну, интересно, что здесь как бы не только же для взрослых людей, для детей, и даже там для младенцев до пяти лет. Имеется в виду, что это проблема с ребенком, или что? Ну, допустим, проблема с ребенком, и человек хочет, ну, как бы, он понимает, что что-то не так. В твоей судьбе, в его судьбе, в отношениях, ну, что-то не так. И он говорит, ну, я не знаю, что именно, ну, вот, хочу что-то сделать. Ему говорят, да, хорошо, вот столько. Платишь в храм. И это не то, что там, значит, коины там будут купаться в роскоши, а все остальные будут, ну, такие. А что-то происходит? Так, что-то случайное включилось. Сейчас я выключу, не вращаю. А это просто, ну, общая каса. Вот и все. Это внутренняя платформа. Храм и все, что с ним связано. А поскольку храм связан с информацией, так или иначе, то и информацию надо поддерживать энергией, а деньги это энергия. Вот и все. Поэтому нужна новая реальность, значит, нужно общую энергию поддержать частной, общую информацию поддержать частным вложением энергии. Очень логично. Кстати, этот же подход практиковала католическая церковь на Западе в гораздо большей степени, чем православная на Востоке. и когда второй раз не смогли собрать церковную десятину, а это значит, что церковь как общий институт европейский проседает, то тогда и появилась идея, была поддержана уже сверху идея христовых походов. Ну, на логистическом уровне. Вот так. Кстати, вот эта ситуация, где Робин Гуд грабит архиепископа, эта ситуация реальная. Они грабили церковников с их уже собранной податью. И во главе этих отрядов стояли мелкопоместные феодалы, рыцари и так далее. Потому что право майората было все старшему сыну, а младшему или ничего, или почти ничего. Оно как бы с одной стороны сохраняло имущественное ядро, не дробило его на на отдельные участки. А с другой стороны выталкивало на обочину очень много праздных людей, которые работать не могли и не хотели. А вот служить как раз да. А сколько нужно служивых? Да, гораздо меньше, чем самих людей. Вот они и окушать хотелось. Вот они искали свое место под солнцем. И начались массовые эти грабежи, волнения. И для того, чтобы избежать вот этого давления праздных людей, активных, образованных, вооруженных. И папа Урбан Второй, почитать его речь, да, как он там агитировал за освобождение гроба Господня. Значит, земля уже вся распределена, дворян много, вот, и что делать? Это как раз был второй год, когда они собрали десятирую. Так что то, что жертвовали на храм, это очень разумно. Это еще один мощный страховой пояс. Прежде всего со стороны Бога, а технически, логистически со стороны простой бухгалтерии. то есть они не собрали десятину и пошли завоевывать Иерусалим? Нет, они не собрали десятину и отправили избыток этих рыцарей на военный поход, чтобы они отвлеклись, занялись чем угодно, только они не разрушали изнутри. Очень много гвариан было. А зачем тогда от этого похода пострадал и Иерусалим? А что им Иерусалим? Им Иерусалим до лампочки был. Им нужно было избавить от излишнего давления Европу изнутри. А тут шикарный идеологический повод. Ну слушай, в Японии была та же ситуация с самураями, таких Театоми Хидеёши отправил воевать в Корею. Никаких доходов от этой войны у него не было. Масса самураев там погибла геройски, но те люди, которые не хотели, не могли работать в Японии, а мечом они владели хорошо, их энергию отправили вовне, чтобы они не разрушали изнутри. Очень разумное решение. Вот и все. Надо в космос посылать таких людей, которые хотят геройства. Устраиваешь войнушку, и потом целыми зонами отправляешь туда. Ты же не кошерный вариант говоришь, я пытаюсь найти какой-то разумный выход. То, что говорит Илон Маск, если что, отправляем всех на Марс. А, ну вот, кстати, когда в Австралию отсылали, вот это было хорошее решение, пустая земля, в результате сейчас австралицы очень спокойные, доброжелательные люди, позитивные. Да, 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 англичане и ирландцев так отправляли, да, в качестве белых рабов в Америку. Слушай, значит, тут разные примеры даются, там, можно дом, например, пожертвовать, а потом говорится, что можно его выкупить. И как бы, ну так, очень странно, что как бы решил решить проблему, хочу решить проблему, что мне пожертвовать, вот пожертвую дом, а потом решил, ой, жалко дом, и можно выкупить его. Получается, что все приводится к денежному эквиваленту, и очень непонятна ситуация. Нет, нет, просто деньги становятся инструментами духовных решений. Строго говоря, они всегда могут быть инструментами таких решений. Ну, например, человек пошел, там, сдуру что-нибудь не сказал, да, пообещал, потом пошел в Бэйдин и говорит, ребята, ну, ну, сдуру. Ну, говорят, ну да, сдуру. Ну, все, отменяем твой обед. Ну, как его отменяем? Совсем нет, все-таки ты должен заплатить, в другой раз думать. Просто здесь получается, что как бы Бог сам закладывает вот такой тип мышления, что можно обед компенсировать деньгами, ну, как бы обещанную вещь. и, ну, ведь это прямо предпосылка к развитию капитализма, там, вот этих всяких финансовых дел и всего остального. Конечно. Как, вот в прошлой главе было интересно, что, значит, нас учили отношению к Земле, к окружающему миру, как это продолжение нас, да, что там и Земля должна отдыхать и возвращаться, кроме городов со стенами. Вот там уже как бы цивилизация, куда не распространяются законы обычной вселенной. Да. А там что? А там ремесленное дело, там урбанизация, там системное накопление энергии. Словно Бог имел в виду цивилизацию, да, словно он посеял вот эти такие семечки, которые потом спустя время выросли и изменили. Да, очень хорошо ухватил. Более того, скажем, городам запрещено было расширяться бесконтрольно далеко за пределы городских стен. Для чего? Чтобы города не мешали селу, а село не могло наступать на город. Это значит, что поддерживался баланс между качеством и количеством. Качество в городах, потому что там количество земли нет, просторов таких нет, пастбищ нет. Значит, за счет чего зарабатывает горожанин? Не за счет экстенсивного хозяйства. Вот еще больше скота, еще больше территорий, еще больше пакутных земель. Он зарабатывает за счет качества. Интенсивнее работает, качество повышает, эффективность КПД повышает, информацию накапливает, сохраняет, передает. Все это требует узкой специализации и взаимодействия сложного. То есть мы получаем преимущество сельскохозяйственной цивилизации и цивилизации технологической и цивилизации информационной, когда есть постоянно поддерживается целый класс образованных людей. Это не специфически еврейская ситуация, она была и в Вавилонии кстати тоже. Вот. И Иосиф в Египте ее воссоздал, когда он выкупил землю у владельцев, а самих владельцев начал переселять и таки пересилил в городах. А чем в городах заниматься? Ремеслом, то есть индустрией. То есть он провел индустриализацию и урбанизацию и ослабил сельский класс, сельское относительно более свободное население. А в городах они более подконтрольны. То есть мы видим все социалистические преобразования на благо населения. Он там не устраивал гулаг и массовые побоища тех и этих. Ничего этого не было. Они сами добровольно все продали, сами переселились, когда им сказали переселиться, переселились, сами переучились, сами друг дружку контролировали, все сами. Так что и вот эту ситуацию Бог буквально он им предлагал решение, потому что иначе бы они от голода погибли. То есть он в плохой ситуации, ужасной для всех, он творчески предлагал им решение этой ситуации, чтобы не было хуже, как ты говоришь. Да, чтобы не было хуже. Чтобы им не было хуже, а государству чтобы было хорошо. И все это он провел за счет ресурсов, накопленных предкризисный период. То есть это была профилактика будущего кризиса. То есть системное, массовое, ну как бы масштабное вхождение в экономику, государство в экономику. Регулирование, регулирование экономики. Регулирование, да, такое, да. Вот. Оно абсолютно социалистично. По методам и по целям в результате. Но задачей у Йосифа было спасение жизни этих людей. Все-таки. И в этом сошлись все и сами люди государства и Йосифа. В отличие от тех, кого насильственно осчастливили, были расходы. Ну да, это не было диктатура федеральной власти, да, и узурпация власти. Это было предложение вариантов людям безвыходной ситуации, которые он не создавал, эту безвыходную ситуацию. Он как бы не заманил их в ловушку. Тут Рут хочет что-то спросить. Рут Штайн, пожалуйста. Применим ли принцип выкупа в наше время и поскольку храма нет, то будет это тогда на преподавание Торы? Да. Это не обязательно преподавание Торы. Это, например, помощь объективному нуждающимся. Нуждающимся, я не знаю, там, в еде, питье, лекарствах, например, каких-то учебных курсов для тех людей, которые не может себе это позволить, то способности есть. Чтобы они не пропали в Туне, этих людей поддержать. И когда-то эта практика была принята. В результате, если ребенок рос в семье бедной, а сам он был способный, то его способности развивали за счет общины. Мой прадед этим занимался очень активно. Поддерживали его, его семью и так далее. Спасибо. Ну, скажем, вот сегодня есть в Израиле такое явление, мы про него говорили, я просто его напомню, называется гмульки. Да, эти гмульут ХС-1 это касса взаимопомощи. Беспроцентная. Что это такое? Ну, скажем, человек влип, нуждая, объективно нуждается в помощи. Решить проблему своими силами и силами ближайших знакомых он почему-то не может. Ну, по-всякому бывает. Он идет к уважаемому человеку, объясняет ситуацию, тот наводит справки, что он там не жулик, за ним не водится там темных каких-то махинаций, не лентяй, не пьяница, я не знаю, не придурок какой-нибудь. Вот. Надо помочь. Он говорит, хорошо, вот мы тебе помогаем, но ты когда вылезешь из этой ситуации, ну, давай в эту кассу клади. Это может быть один человек распорядителем или некая комиссия, комитет какой-то там из какого-то количества людей нечетного, чтобы в случае разногласий, чтобы большинство, экспертное, квалифицированное большинство имело возможность провести решение. и таким образом они обходят банковские ловушки, которые оставляют людей, человек должен заплатить там втрое, в четверо за свою квартиру в течение 30 лет. Это тяжелая зависимость, такая кабальная буквально-таки. А тут есть гмульки эти. И вот человек, например, вносит в эти гмульки какой-то взнос. Ну и вносит какой-то там посильный. А потом, когда ему надо, он приходит к распорядителю и говорит, а теперь мне надо. Не вопрос бери, потом верни. И он возвращает. Но это все на доверии, без документов, без ничего. Очень это раздражает банкиров. Страшное дело. То есть они это считают серой экономической зоной, еще чего-то, чего-то. Но когда люди доверяют друг другу, ведут себя по-человечески, то это значит, что разного рода паразиты, жулики, функционеры, чиновники, объективно работающие клерки на этом не наживаются. И человеку легче. Ну вот такое дело. И в Израиле это есть. Это вынесено из практики еврейских общин, когда сильно прижимали, то это спасало, не давало утонуть. Аркадий, не стесняюсь. да, у меня вопрос. Ты говорил по поводу внешних и внутренних врагов. Недавно читал я пророка, только я уже забыл, какого пророка я читал, но я какого-то пророка читал. вот там написано о том, что те народы нападут на Израиль, те народ, тот народ, тот народ. И даже написано иудея нападет на Израиль. Вот для меня вообще непонятно, почему иудея должна напасть на Израиль. Значит, ты если бы познакомился поближе с психологией еврейского народа и не стал при этом антисемитом, то ты бы понял, как легко евреи ополчаются против других евреев, к сожалению. И это было почти всегда. И самая большая проблема для нас была не внешний враг, а внутренний. Более того, есть даже проклятие тяжелое, что ненавистники твои из тебя выйдут. То есть это ситуация онкологическая, это ситуация предателей. И сегодня ну прям иллюстрация на иллюстрации сплошь. Просто новости открываешь. И так всегда было. К сожалению. Вот. Поэтому очень важно сохранять среди евреев авторитет Торы. потому что это последнее единственное, что может удержать от проявлений крайней вражды по любому вопросу. А что их привлекает к этому? Почему ближний открывает на ближнего своего рода и наставляет оружие и все остальное? А он понимает, что это ближний? Он его ближним не считает. Ну смотри, что нас делает одним народом? Язык? Нет. Большинство евреев говорит на разных языках. История, наша общая история закончилась раньше, чем европейская цивилизация началась. Территория, большинство евреев живут вне своей территории. То есть все признаки принадлежности к этносу общему у нас отсутствуют. Ну я не беру там Карла Маркса, который Мордехай Леви, который присовокупил туда общеэкономическое пространство, но это искусственно, потому что эти экономические союзы не создавали ни один этнос. Ну Гонзейский союз, союз Гонзейских городов, например. Они как были разными, так и остались, но это нормально. А общность территории языка истории это хрестоматия, буквально, это хрестоматийно известные общие критерии принадлежности к общему этносу. У нас они отсутствуют. Ну смотри, там грузинские евреи, курдские, еменские, литовские, тунисские, но осталось джерба. Когда разделились? 3000 лет тому назад, еще во времена шломов. Уже разделились. Территориально. Дальше. Язык разный, история, соответственно, разная. Облик разный совсем. А мы считаем себя одним народом. 3000 лет разницы. Я не хочу показывать пальцами, когда народ разделился на 160 года и перестал себя считать одним народом. но при этом что нас объединяет Тора и традиция принадлежности к ним. Если этот внутренний определитель размыт или отсутствует, то мы друг для друга перестаем быть одним народом, а мы становимся ашкеназами против сефардов, приезжими против местных, левыми против правых и так далее. Все же хочется. И тогда мы перестаем друг в друге видеть ближних, а видим друг в друге противников и реагируем. А теперь прибавь к этому темперамент, образование, амбиции и все, и мы получаем гражданские волнения, доходящие до войны. Вот полгода весь Израиль лихорадил по поводу вопросов судебной реформы. Я сейчас не беру за то, за это, но люди стреляли друг в друга из пистолета, давили машинами, не пускали скорую, амбуланс, крошеницам, перекрывали дороги, все, а он перекрывает. Собственных детей высаживали на проезжую часть, чтобы другие не могли проехать. Собственных детей. отряды устраивали самообороны, не пускали тех и этих в свои масштабы поселения разных. Полгода и сколько не кричали люди, понимающие, что это плохо кончится, не помогало. А потом ты смотри, ай-яй-яй, 7 октября. Я не пытаюсь, не дай бог, не дай бог, защитить этих уродов, которые напали на людей. но у этой ситуации она, ну, к сожалению, она взялась в результате. Там ошибок армии, понятно, предательство, понятно, но и общенародного озверения. Они даже не знали статьи судебной реформы, проводили опросы, они даже не знали, против чего они протестуют. Ну, протестовали. Кто-то давал деньги на то, чтобы там люди протестовали, при этом получали зарплату 100%. Автобусы нанимали, там флайеры, флаги, все дела. Вот. Ну, ладно, там интересанты. А те, которые лично участвовали, люди разводились, семьи распадались. Полгода все это дело тянулось, плохо кончилось, предупреждали, что плохо кончилось, так и плохо кончилось. Еще и не кончилось, по-моему, только начинается. Так может, что-то не хватало? А, не хватало, да. Не хватало. Не хватало, знаешь, чего? Чего? Авторитета Торы не хватало. Авторитета Торы не хватало, потому что те, кто должен поддерживать авторитет Торы, занимались поддержанием собственного кошелька за счет налогоплательщика. То есть они превратили ТОРУ в источник личного обогащения. Ну, заработка, если не обогащение. Вот и все. И авторитет их упал. Авторитет упал. А знаешь, как в народе, да? Как у детей, точно так же. Если учительница географии дура, мы географию не учим. Если этот раввин не состоялся там, я не знаю, с имущественной точки зрения присвоил себе, что не надо, или там сексуальной, не дай бог, то что? Они же не говорят, что вот этот погамец. Они говорят, да все они такие. Но проблема в чем? Что таких людей не исторгли из той среды, в которой они находятся. Вот тот же Урил Уполянский, который подписал разрешение проводить гей-парады в Иерусалиме, когда он был одним из заместителей мэра в Иерусалиме, он подписал. Ну, хорошо, допустим, он там с ума сошел, или купился за деньги, или то и другое. Уже какая разница? Он остался на своей должности, пока не закончил конденцию. Он остался-то руководителем своей общины до сих пор. И он остался при своих должностях, при деньгах, при своем образе жизни. Что изменилось? Вот это характеризует уже не столько его, сколько системы. И когда нормальный человек говорит, ну, хорошо, я там понимаю, почему там в правительстве такие силы, всякие силы, а эти что делают? Ничего. Ну что, Равинат выступил, например, против того, что на футбол государство тратит миллиард, оставить, 4 миллиарда шекелей. 4 миллиарда шекелей на футбол. Вы можете проверить. И что, для нас футбол это что? Державообразующий момент, как для Аргентины, Уругвая, Бразилии, чего? Нет. Что, наши футболисты сильно стараются, да они ходят по полю. Свои деньги так получают. И что, Равинат против этого выступил? Или кому непонятно, что 4 миллиарда на футбол при таких скромных успехах, если это вообще можно каким-то успехом назвать? Что это просто завуалированная взятка? Выступил? Нет. Когда авторитет Равината упал, авторитет религии упал, то религия держится только на простых, добрых, исполняющих заповедей людях. Вот они поддерживают и на тех равинах, которые не вхожи в кабинеты власти, не получают зарплату от государства, а просто делают свое дело днем и ночью, не считаясь ни с интересами здоровья, ни много с чем. И семьи недовольны. Вот там этот занимается бизнесом, молодец, он зарабатывает, этот айтишник, молодец, он зарабатывает, этот там какой-нибудь хорошей мастеровой, там сварщик, электрик, зарабатывает, а этот что? Ходит разговоры, разговаривает и фиг, шиш-маслом зарабатывает. Значит, ему тяжело и снаружи, и внутри. Но у него авторитет при этом, который в суд не положишь, конечно, но все-таки религия на них держится. А когда религия, ну, когда проседает общий стержень, то вся система начинает раскачиваться, разваливаться. Вот так. Но правда, первый раз в этом году отказались проводить парад горбости. Телевию, например. Ну, они объяснили это соображениями безопасности, вот, и там, ну, как мы можем радоваться, когда наши люди сидят столько заложников, вот, но, но факт, другие шествия, там, эти сборища, они не отменили, там, когда протестуют против того политика, не этого политика, по сто тысяч собираются до сих пор. Значит, эти не отменили, аппарат гордости отменили. Ну, я надеюсь, что это хорошее начало. Ну, судя по тому, что, сейчас включу видео, судя по тому, что мы не учимся, то есть решение все равно не принято, исправляющая ситуацию, то придется на низ второго уровня, минус второго, опуститься, поэтому не дай Бог. К сожалению. Ну, ничего же не исправлено. Нет, не исправлено. Да, ничего не исправлено. К сожалению, да. Ну, вот, единственное, что, что, может быть, там, определенное количество приличных людей перевесит эту общую ситуацию, если перевесит, я не знаю, я очень надеюсь. Ну, у меня закончились вопросы. Друзья, есть ли у кого-то еще вопросы или можно переходить к информальному общению? Тогда благодарим тебя за личное занятие, очень практическое, назидательное, я считаю. Спасибо.